Скандал с участием лесников и лесозготовителей разгорается в Бечурском районе. Первые обнаружили сотни кубометров срубленных кедров, вторые не считают себя нарушителями закона. Ситуация разбиралась с сержаном Эрдегеева. Сколько здесь примерно, какой объем? Кубометров 120 верных есть. Хороший деловой лес. Конечно, деловая древесина. Вдвое больше на соседнем участке и столько же в лесу. Залежи ценного дерева лесники обнаружили в начале декабря. По их подсчетам вырублено не меньше 800 кубов кедра. Мы увидели, что здесь кедр штабеля лежат и пихта. В лесной декларации, которую они нам предоставили, там данной породы не указаны, их нет. Приняты были меры, было сделано заявление. Как только обнаружили кедр, на него наложили арест. Но, очевидно, заготовителей это не остановило. Со слов лесников, штабель начинался отсюда. И, как мы видим, за месяц значительную часть древесины успели вывезти. Ну, видно, что лес брали. Видно по снегу, что вот где не брали древесину, лежит снег. Арендовала этот участок некая фирма «Дельфин». В Бичуру зашли впервые. Однако в лес и заготовки не новички. Поэтому вряд ли поступок можно назвать случайным. Об этом же говорят и документы. В отчете за ноябрь. Не намека на кедр. Вот их печать, технологическая карта. Вот они, состав, объем древесины, подлежащие заготовки. Здесь они даже кедр вообще не указывали. В итоге полиция отказала в возбуждении дела. Возобновить расследование обязала прокуратура. Но местные жители боятся. Виновник может остаться безнаказанным. В дело попросили вмешаться в общественную палату. На рабочее совещание пригласили и потенциального ответчика. В этой декларации я заставил их все указать. Все полностью. Согласно таксационному описанию. Согласно отводным документам. И начали мы. То есть эта декларация была принята. Не отклонена. И мы это работали. Я сначала понять не мог. Думаю, какая незаконная рубка. Какой незаявленный кедр. То есть лесничество вам разрешило вылупать кедр по вашему мнению? Заготовитель настаивает. Кедр не скрывал. Но почему его нет в отчете? Вопрос открытый. Введение лесного хозяйства должно быть рациональное. И хозяйственное. И организованное. Вот к этому мы должны все идти. Мы не против. И население не против. Если они добросовестно будут вести свое дело. Они просто зашли. Нам все можно. И все косят сподряд. Мы сдерживаем местное население. Чтобы не начался просто самосудие. По закону кедр рубить можно. Под запрет попадают насаждения. Когда ценные деревья составляют более 30% от общего объема древесины. Какую часть составили эти деревья, судить можно будет только по весне. Полицейские собираются пересчитывать пни. Очевидно, теперь под контролем надзорных органов и общественников. Сержант Мердегеева, Виктор Гриновской, телекомпания «Аригус», Бечурский район. Продолжение следует...